Друзья, присоединяемся. Сегодня у нас мастер-класс по плетению колечка для салфеток. Я сейчас с вами поздороваюсь, скажу в общем, что нам нужно и начну немножко готовиться, пока почитаю ваши комментарии. И потом повешу телефон на кронштейн, чтобы вам было видно. Очень давно не виделись. Рада всем, кто присоединяется, кто будет смотреть в записи. Когда я повешу телефон на кронштейн, у меня нет второго телефона, я, честно говоря, не подготовила его. Комментарии видеть не буду, но потом я к вам вернусь и мы обсудим, если будут какие-то вопросы. В принципе, по плетению или не по плетению и любые вопросы. Все, что касается прямых эфиров, вы можете задавать любые вопросы. Я сейчас начну немножко подготовку. Так, я уже прикрепила, сейчас прикреплю, чтобы видеть комментарии. Привет, привет! Давно не виделись, очень давно не была здесь в эфире. Ежедневные, только закончилась неделя с эфирами в марафоне, поэтому от эфиров я не уходила никуда, просто что-то было в закрытой группе. Привет, привет! Итак, для колечка мы используем тонкие трубочки. Но все же она такая небольшенькая, поэтому изящнее будет смотреться тонкие трубочки. Это естественно. Берем салфетку, как угодно там ее скручиваем. Ну, наверное, там подлиннее будет поинтереснее, если ее скрутить. Подлиннее вот так. Вот так и колечко. Да, можно брать меньший диаметр самого кольца. Смотря какая салфетка. Я буду плести вот на такой пузырек. Все-таки я попробовала меньше, вернее, посмотрела на баночку поменьше. Мне кажется, ну, прям совсем маленькая. То есть здесь диаметр выбираем самостоятельно. Так. Итак, тонкие трубочки. У меня 8х30. Берете свой формат, там 7х30 или сколько. И я изначально стойки наращиваю. В принципе, здесь можно воспользоваться и одной трубочкой. Но я не хочу. Скрутка попадет на загибку. И поэтому я наращиваю сразу две, чтобы наращивание ушло сюда в плетение. А здесь были длинные трубочки для того, чтобы хорошо закрыть. Я закрыла розгой за три прута, чтобы было так пообъемнее. Опять же, можно за два, как вам удобно. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь стоек. То есть я наращиваю семь. Я наращиваю тупой к тупому. То есть острые у меня будут по концам. А тупой к тупому наращиваю. То есть я тупой подрезаю. И в тупой вставляю. Под уголочком. Шесть, семь. Так, сейчас я быстренько посмотрю вопросики. Запись эфира будет. Ну, окей. Если, конечно, инстаграм все будет окей, то будет. Мастер-класс по домику вот-вот на днях. Надоедает ли плести однотипное изделие на заказ? Вот отвечу на вот этот вопрос. Как раз пока буду наращивать семь стоек. Вы знаете, у меня, в принципе, не бывает такого, что... Ну, прям одну и ту же плиту. Ну, в принципе, да. То есть вот у меня, например, было шесть плейсматов. И, в принципе, я от них не устала. Я могу сказать только одно, что последние уже были как в тумане. То есть на таком уже привычном формате. То есть я даже не заметила, как их сплела. Поэтому, в принципе, у меня не бывает такого, что без конца одно и то же. Ну, вот у меня грядет там большой заказ на 20 корзин. Но я дала срок приличный. То есть я их буду перемешивать с другими заказами. То есть не с утра до вечера плести, только одни одинаковые. Буду их перемешивать. Чтобы действительно не сойти с ума и было какое-то отвлечение определенное. Но вообще я, в принципе, люблю плести. Поэтому как-то у меня такого не бывает. Так, из полосы сказала, количество 22 штуки здесь уходит. Видела, что сейчас в тренде. У Dior Home наборы серверовочные плетеные. Есть спрос в заказах у них. Сложно сказать. У меня было два заказа на плейсматы. Бывают какие-то пики. В принципе, у меня не так много заказов на плейсматы. Но я их не так много показываю в профиле. Поэтому оно само собой разумеется. В последнее время вообще мало чего показываю в самой ленте. Какие-то рилс там, ля-ля-ля-ля, такие атмосферные. Надо писать посты тоже. Потому что в постах можно рассмотреть. Человек, который заказывает, конечно, ему нужно рассмотреть. В видео это все красиво и ля-ля. А все же рассмотреть необходимо. Поэтому посты писать надо. Но мне очень сильно лень. Фотографии у меня просто терабайты. Но их надо скачать, что-то написать, указать размеры. И на это все уходит время. И мне лень. Мне просто нужно написать это в план. Когда это в плане нет, тогда это так. Мимоходом. И плюс к тому надо еще ВКонтакте писать. Дублировать, да, вот эту всю информацию. Поэтому все это дело обязательно надо делать, чтобы были заказы. Ну, а что, они крутые. Икеи нету, где вот эти вот дешевенькие, да, продавались. Поэтому надо заказывать хорошие. Так, ну что, я перевожу камеру. Вас видеть не буду. Буду немножко объяснять по плетению. Можете здесь задавать. Либо внизу есть знак вопроса. Писать туда. Я потом зайду, там посмотрю. Вот. Желательно, чтобы вы что-то писали. Как-то комментировали. И буду очень рада. Итак, перевожу камеру. Привет, привет. Перевожу камеру. И будем с вами плести. В принципе, все быстро. И потом еще будет возможность поболтать. Покажу вам что-нибудь, что сплетено. Так. Так, вопрос убираю. Так. Наверное, так я, может быть, даже буду видеть ваши вопросики. Я думаю, нормально, да? Итак, семь стоек. Берем сразу что-то вспомогательное. Резинки, веревки, да, что-то, что мы сейчас привяжем. Я сразу привязываю, потому что вот этот пунктик я просто сниму, чтобы он мне не мешал. Потому что, когда мы начинаем плести, мы прямо прижимаем к форме и принимает форму. То есть, можно начинать сначала плести на столе и прижать. Это неудобно. Лучше сразу стойки привязать к форме. Так. Кристина, здравствуйте. Есть смысл купить полоску 10 см на спицу 1,2 см, а не на 1,5 см? Конечно, да, можно. Я плету на 1 см, кручу на 1,2 см. Так, берем. У меня такое ощущение, что широкоформатная камера включена. Можно сразу вот так привязать и потом их распределить. Значит, вот эти стыки, чтобы у нас уходили в плетение. И потом пододвинем все. Берем вот так. И привязываем. В общем, у меня сын ежедневно ведет эфир, и у него там один эфир не сохранился. Поэтому, как дело пойдет, неизвестно. Конечно, пробовать сохранять я буду. У меня и готова обложка. Полоса 14 см на спицу 1,5 см. Конечно, нормально, отлично будет. Так, и распределяем. Можно здесь не сильно пока затянуть, чтобы была возможность распределить. Ну, смотрим, у кого сколько трубочек. Может быть, поменьше, почаще, да, например. Но я уже одну сплела, поэтому у меня есть уже шаблон, по которому мне надо работать. И примерно вот так стоечки распределяем. Так, шельцем помогаем. Так, видно вроде нормально, но, по-моему, у меня широкоформатная камера включена почему-то. Кронштейн очень близко, кажется, как будто далеко. Ну, там в процессе плетения, если что, тоже можно поправить. И теперь я затягиваю. Так, затянули. И сейчас поправляем стойки, чтобы наращивание ушло в центр. То есть вот я сейчас начну отсюда плести, и вот оно, мое наращивание, чтобы оно было в центре. Ну, потом, если что, можно пододвинуть. Ну, так, примерно сначала можно ее сделать. На самом деле, вот эти малыши, это проще, мне кажется, плейсмасс плести, чем вот этих малышей. Так, ну, в принципе, нормально. Если что, потом пододвинем. Так, сейчас я посмотрю камеру, что-то мне не очень нравится. Вот так сделаю. Так, я, в принципе, комментарии вижу. Если что, пишите в процессе плетения. Итак, начинаем. Беру две трубочки. И здесь их просто подставляю сначала. Я потом их уведу в плетение. Подставляю. Подальше даже хвосты вот так сделаю. Раз. И второй. Два. Я плету веревочкой на одинарных стойках. Это, наверное, второе изделие. То есть, первое изделие, это корзинки малышки я плету на одинарных стойках. И вот это. Все остальное я плету на двойных. Такого бы размера не было. Даже вот такая вот баночка, видите, я все равно веревочка, но она все равно идет на двойных. Потом покажу вам баночку, для чего я ее плела. И пошли плести веревочкой. Я вон тут плету вправо. Обычно я плету влево. Здесь по опросу большинство людей, где-то 80% плетет вправо. Первый ряд самый сложный. Уложить тут все. И теперь вот эти трубочки. Так, здесь сразу нарастим. И начальные трубочки уберем. И будет попроще. Срез делаю к себе. Чтобы наращивание как бы ушло за стойку и прижалось. Наращиваю с клеем. Клей полимерный. Вот здесь шприцей. Я просто капаю. И вы не видите за экраном. Сужаю. Вкручиваю. Раз. Два. Два. И вот они наши трубочки, которые мы закладывали. И я их подставляю к плетению. То есть я беру вот это. К стойке подставляю. То есть я беру вот эту трубочку. Поджимаю. И к стойке я ее потом в следующем ряду подрежу. Закидываю. Стойки я тоже взяла влажные. Потому что я сразу на них буду делать загибку. Вот. Подставила. И вот эту. Здесь у меня уже маленький край. Видимо, подтянула. И вот сюда. Рядышком. Подставляем. И пошли дальше. Здесь я не буду делать переход ряда. Вообще я не очень люблю в веревочке из двух делать переход ряда. Потому что, мне кажется, одна стойка начинает выделяться из плетения. Как-то по-другому вот все-таки ложится. Веревочка из трех это понятно. Обязательно закрывать. А из двух мне не нравится. Мне это ничего не смущает. И вот здесь как раз мы когда видим, что размер, расстояние мы здесь можем как раз подвинуть. И вот у нас второй ряд закончился. Идет третий. В принципе, сейчас можно эту веревку снять, чтобы она тут нам не мешала. Все. Закреплено. И вот здесь мы можем уже вот эту стоечку подрезать. И у меня здесь получается раз, два, три, четыре, пять рядов. И вот эту сейчас подрежем. И все отлично. Наращиваем. Раньше комментарии можно было убрать, когда нажимаешь на экран. А сейчас вроде бы уже нельзя. Но в записи... Вообще раньше можно было нажать просто на экран. Как бы на сам экран, да. И комментарии уходили. Но сейчас, по-моему, уже этой функции нет. Но в записи все равно комментариев не будет. Не сразу увидела. А, ну, видимо, есть. У меня почему-то сейчас не получается. Я не могу нажать. Вернее, я нажимаю, а комментарии у меня не уходят. Но может быть, потому что я эфир веду, у меня не уходят комментарии. Наращиваем. И внахлёст по кругу делаем пять рядов. Делаем столько, сколько вам хотелось бы. Прижимаем к баночке. Все влажными трубочками. И идем. Цвет. Цвет у меня вот эти трубочки. Орех один к одному. Или один к двум. Я не помню уже. Наверное, один к одному. Он такой серенький получается. То есть это не просто необработанная луза. Понятно, да. Это орех. Я вам потом плейсмат тоже покажу. Там у меня в плейсмате орех чистый. То есть трубочки половину орех чистый. И половину вот такие же серые. У меня уже идет четвертый ряд. Рядочки здесь я собираю. Чтобы плотненько было. Я не хочу, чтобы проглядывали стойки. Если в ситцевом плетении мы как бы плетем, чтобы стойки проглядывали. То есть не собираем ряды. То здесь мне хочется, чтобы вот так плотненько было. Хотя они у меня между собой не очень склеиваются. Потому что у меня трубочки обработаны биотексом. А он такой скользковатый. Если бы дюфы, то они бы прям между собой сразу сцеплялись. А биотекс, он такой сцепки не дает. Но в плетении они конечно прелестные. Так, наращиваем. Орех НБХ. Да, все остальные фирмы. Кто смотрел там мои эксперименты. Это конечно смех да и только. Но то, что я покупала. Я не все марки конечно покупала. Но все, что я пробовала, более или менее еще так Фабритекс. Но он немножко все равно оттенки другие. Все же Новбетхим шикарные оттенки. Орех он такой в зелень. Покажу потом. Палисандр у меня есть пример тоже. Кстати, я зашла на рынок вчера. И там есть такой хозяйственный магазинчик, где продается НБХ. И было красное дерево. Но это как обычно. Если что-то есть, то остатки это красное дерево. И был палисандр. Три бутылочки. Я решила, что обязательно надо забрать их. Раз, два, три, четыре, пять. Последний ряд. То есть в принципе плетется быстро. Сейчас мы проплетем последний ряд. Стоечки все поправим. Чтобы они аккуратненькие у нас тут стояли. Так, и все. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все. Вот как раз у меня заканчиваются трубочки. И раз, два, три, четыре, пять. Я заканчиваю плетением. Так. И теперь поправляем стойки. Загибку я буду делать прямо на банке. Снимать ничего не буду. Тем более у меня биотекс. Сейчас это все развалится. Круга не будет. И загибка как бы будет выходить, да, за рамки. Потому что я ее буду делать на форме. То есть она так будет выходить. Здесь я подсовываю под ряды. Либо просто подрезаем вот здесь. Либо можно подсунуть подряд. Например, вот это уже как бы подрядом считается, да, вот это. А вот эту вторую я просто вот так подряд беру вот так. Шило засовываю. И как вот она идет по рисунку. Сюда ее подсовываю. После загибки все это подрежу. Без заморочек. Подсунули. Все. Здесь теперь нам еще надо посмотреть. Может быть выскочило наращивание выше или ниже, да. Вот это посмотрите обязательно перед тем, как делать загибку. Отравняйте все стоечки. Так, я сейчас вот это чуть-чуть вот так подрежу, чтобы не мешало. Собираем рядочки. Так, ну, вроде бы нормально. Итак, поехали. У меня здесь будет розга за три прута, чтобы вот такая объемная была. Если мы будем делать розгу за два прута, да, то она будет повторять нам веревочку из двух. Я хочу пообъемнее, чтобы повторяла веревочку из трех. Значит, мне надо четыре колышка. Раз, два. И отсюда возьму. Три, четыре. Так, покороче чуть-чуть я сделаю. Здесь, конечно, тоже так будет немножко неудобно ее делать, потому что она такая объемная. Не успели начать, уже заканчивается. Стоек всего семь. Сейчас попробую сделать. Итак, подсовываем один. Здесь я прям по одному подсовываю. Вот я подсунула один. Зажала. И вот здесь, на вот этой высоте, поджала саму стойку. То есть зацепила. Вот так поджала. Видите? То есть она не тянется. Вот она на своем местечке. Ставила второй колышек. За него увела. Аккуратненько. Завела. Беру третий. Завожу за следующий колышек. И здесь сразу пальчиком прижимаю. Как бы этим колышком. Вот так, да? Зацепляю ее, так скажем. Чуть поближе сделаю. Зацепила. Увела за следующую стойку. За следующую стойку колышек. Завела. Зацепила. И так у нас раз, два, три. И последний. Завела. Так, здесь сначала держу вот это. Пальчиком поджимаю. Держу вот этим колышком, чтобы он аккуратно лег. Прижимаю следующий за стойку. Кто впервые смотрит загибку, колышки нам нужны для того, чтобы потом соединить загибку. Розга за три прута. Все, вот у нас три рабочих и поехали. Ну, это такой, конечно, не дотошный мастер-класс. Берем вот из трех крайнюю левую, ведем по верху и заводим за пустую. Я делаю заминчик. Завожу. Завела. Подрезала ту стойку, которую завела под уголочком к плетению. И положила рядом стоящую стойку за нее. Положила, завела. Подтянули здесь все. Берем следующую. Все время крайнюю левую берем. Заводим за пустую. Завели. Подрезали. Опустили соседочку. За нее. Опустили. Поджали. И теперь вот эти вот срезы, которые у нас образовываются, которые мы срезаем, они будут следующими трубочками накрываться. Мы уже завершаем. У нас две стойки осталось. Поджали. За пустую завели. Опустили. Подрезали под уголочком к плетению. И сюда же опускаем соседочку. За нее поджали. Подтянули. И вот мы уже пришли к началу. Вся наша загибка. Тут, конечно, лес. Опять крайнюю. На место первого колышка можно помогать шилом. Я вот тут тоже как бы придаю форму и шилом увожу. Увела соседочку туда же. За нее. Завела. И здесь обязательно вот уложить. За нее. Вот так, чтобы они лежали аккуратно. И теперь еще у нас колышки остаются. Берем следующий колышек, который мы вставляли. Вынимаем. На это место вставляем шило. Берем третью. Берем третью. Проминаю. Вставляю. Укладываем. Так, следующий колышек. Вынимаем. Проминаем. Просовываем. И последний. Последний. Берем из двух. Вот эту крайнюю. Она у нас длинная. Проминаем. И укладываем на свое местечко. Все, не успели начать. Уже закончили. Верхняя загибка у нас готова. Теперь можно все подрезать. Вот она такая объемная получается. Так. Сейчас я из кадра выйду. Чуть-чуть подтяну, чтобы мне было удобно просматривать. Здесь еще на этом моменте можно подтянуть вот эти стойки вниз. Там у нас скреплены они, чтобы, конечно, не вывалились. Главное. И вот это вот подрезаем. Подрезаем туда аккуратненько. И срезаем. И вот эти тоже сразу можно чикнуть. Рабочие, которыми мы завершали плетение. Раз, два. И сейчас все это подтянем. Подтягиваем. И с этой стороны делаем точно такую же загибку. Подтянули. Подтянули. Так. Все. Вот она наша загибочка. И с этой стороны делаем то же самое. Берем опять четыре колышка. И поехали. Я тут уже без особых комментариев. Понятно уже, наверное, как делать. Один. Два. Четвертый. Четвертый. И поехали. Крайнюю левую за пустую. Подрезали. Опустили. За нее. Я все время, когда беру, я эти трубочки подтягиваю. Чтобы они аккуратно легли. Не было нигде пустоты, заломов, заминов. Опустила. Здесь вот так делаю надломчик. Опускаем. За нее. И все. Уже конец. Завели. Порезали. Опустили за нее. Все. Уже пришли к колышкам. Вот сюда. Проминаем. Подсовываем. И последнюю сюда же. За нее. Следующий колышек сюда. Две осталось в стойке. Просунуть. Так. И последнюю. Здесь ее укладываем как бы на свое местечко. Вот. Между вот этими волнами. Вот тут видно, что волны недостаточно. И мы вот эту стойку как бы вот сюда, в эту волну укладываем. И на то место, где у нас колышек. За стойку и под волну. Все. Вот она наша волна. Сразу подрезаем. Сейчас тут подтянем. И подрежем. Вот так. Вот так ножницами туда залезаю. И под самое некуда подрезаю. Все. Готово. Я ее оставляю сохнуть на форме. Оставляю подсохнуть. И потом уже грунтую. Все-таки кружок такой маленький. Можно его немножко там спустить. Например, вот сюда. Да. Чтобы потом легко вынуть было. И оставляю его подсохнуть на форме. Все. И берем теперь салфеточку. Складываем. Можно вот так складывать. Пообъемнее. И вставляем. Колечко. Ну, такое самое простенькое, да? Так. По плейсмату. Вот у меня цвет. Но здесь все равно сложно передать. Это орех. То есть у меня было там 80 трубочек ореха. И 80 трубочек орех с водой. Орех с водой. Диаметр кольца сейчас скажу. Так. Линейки у меня нету. Где моя линейка? Диаметр банки и внутренний вот этот вот размер у меня 5 сантиметров. Можно поменьше делать. Кажется, так легко. 30 минут точно ушло. Однозначно. Поэтому все, что вот касается подарочков там куда-то, это в любом случае час дозакладывай. Однозначно. Вот так вот укладываем. У меня здесь получается тарелка такого диаметра, что видна только веревочка из трех. Берем салфеточку нашу красивую. И сюда можно еще добавить какой-нибудь красоты. Кстати, вот по поводу оформления каких-то приятных событий, даже ужинов красивых, да. Когда, идея вам, да. Если мы добавляем сюда что-нибудь еще. Сухоцветы, какие-то живые цветочки, полевые цветочки. Когда человек приходит, садится, даже если это семья, он берет, распаковывает салфетку, там колечко, например, просто, да, кладет рядышком, салфетку укладывает себе на колени, а куда ему деть вот это. И для этих целей вы можете взять и на столе поставить просто какую-то баночку или вазочку для того, чтобы человек не думал, куда это деть. Вот у меня, например, есть Юлечкин подсвечник. Здесь свеча стоит. Ну, баночка какая-то, да, или плетеное что-то. Куда человек сможет поставить цветочки. И смотря сколько человек, из этих цветочков получится букет. Или, например, уже стоит букет с этими цветами, и человек, вынимая эту веточку, кладет в букет. То есть вот вам такая тоже идея для того, чтобы люди не думали, куда им теперь эту красоту все деть. Так, сейчас я переведу на себя, и еще кое-что вам покажу. Как идеи и вообще, в принципе, что мы тут делали в закрытой группе, кто еще не видел. Так, переключаем камеру. Очень красиво. Спасибо. Падает. Оригинально, да. Тарелка супер. Да, ну тарелка – это ручная лепка, руколепная. Лесная керамика наша девочка смоленская делает. То есть это все натуральные листочки, собранные в поле, которые здесь отпечатаны. Очень красиво. У меня их четыре штучки. Плела с тобой, думала, не буду успевать. А нет, успела. Да, потому что все это быстренько, и я еще тут под кронштейном, вот так. Высылайте, отмечайте меня. Будем собирать коллажи из работ. Так, что я хотела показать? Так, кронштейн, до свидульчика. Что я хотела показать? Я хотела показать флажки. Кто не видел, да, мы с девочками бонусным уроком плели на марафоне по журнальнице вот такие флажочки. Я там их в сторис показывала, может быть, кто-то не заметил. Вот такие флажки на кожаных вот таких детальках. Очень стильно смотрятся в интерьере. Вот мне надо собрать. У меня их будет семь штучек в этот раз. Еще красиво сфотографировать надо. И классно будет смотреться, когда вы фотографируете какие-то детские детали. Тот же самый домик, да. И на фоне, например, висят такие флажочки. Очень стильно будет смотреться. И это еще и кросс-продажи. То есть человек увидит эти флажочки и подумает, ну, а как же я живу без них вообще-то? Сохраню обязательно. Если в Инстаграм все будет хорошо, то да, конечно. Так. Контакты девочки, которая делает тарелочки. Конечно. Сделаю лесная керамика. Ну, чтобы не искать, я сделаю в сторис ссылку. Конечно. Спасибо за эфир. У вас такой приятный голос. Отдельное удовольствие вас слушаю. Спасибо. Благодарю. У меня вообще такой, ну, голос на бас похож. Поэтому очень спасибо. Привет из Монголии. Очень красиво. Просто супер. Спасибо. Привет. Что еще? Вот эту баночку я плела для сетки. Мы с девочками в марафоне по корзине Биркин плели из макрамы вот такую сетку. Это вообще, ну, типа сетка для вина, да. Но в ней тоже будет классно смотреться. Плетенная баночка. Даже для хранения чего-то, например, расчесок в ванной, да. Например, на кухне всякие наши ложки-поварешки, да. Красиво можно плесить. У меня это такой зеленый цвет. Можно делать в натуральном цвете. Это тоже цвет орех один к одному с водой у баночки. И вот такой, как бы, держатель получается. Я тут такие бусины накрепила. Вот. Вообще, как для вина классно. То есть, если идете тоже на какой-то праздник и, например, дарите какую-то уникальную бутылочку с вином, то тоже красиво. Просто и модненько. Ну, вот я спила корзиночку. Там тоже мне надо на подарок. Вот это вот тоже буду отправлять. Держатель. Тоже, кто не видел, покажу. Я его как-то в сторис, по-моему, показывала. Это может быть для хранения в детской карандашей, в ванной, расчесок, в своей рабочей зоне инструментов. Если это цветоводы, те же самые секаторы, лопатки и все в таком духе. То есть, это плейсмат плетеный. И сюда я нашила кожаный карман. Ну, понятно, карман мне сделала мастерица. Я его пришивала. Здесь, вощеной нитью, маленькое отверстие и через него. Здесь, здесь, здесь и здесь. То есть, раз-два внизу, раз-два, три, четыре вверху. И здесь еще есть, ну, как бы, возможность что-то подпихнуть вот сюда. Ну, что-то плоское. Может быть, какая-то маленькая фотография или там линеечка какая-то, да. Но вот основные карманы вот здесь. То есть, это полностью, да, видите, это не просто здесь карман, а там уже плетение. То есть, задняя стенка тоже кожаная. Вот такая, да, подвесная штучка. Нужно тоже ее в блоге показать. Классная. Что еще, что еще. И сегодня я буду делать сумку сшивать. Я ее назвала сумка, как у меня. Заказали сумку точно такая же, с которой я хожу. То есть, это вот такая основа. И вот такая, вот такой кожаный элемент, который будет пришиваться на плетеную основу. И здесь будут еще плетеные ручки на карабинах, которые обшиты кожей. Ну, кто знает мою сумку, это точно такая же сумочка. Сюда на карабинах крепится ремешочек. Вот так. Вот. И вот такая объемная сумка. Очень удобная. Прям краш-тест пройден. Сегодня надо доделать, желательно. И сшить. Так, читаю ваши комментарии. Кого есть вопросы, задаем, отвечаем и сохраняем. Пытаемся сохранять эфирчик. Нитки вощеные. Вощеная нить. Так и называется. Так, сейчас я все прочту. Так. Кристина, добрый день. Когда будет мастер-класс по дамку? Очень нужно успеть делать. Вот я сегодня, вчера я написала. Я бы выставила еще 300 лет назад. Но есть стратегия продаж. И все это нужно утрясти с продюсером и все такое. Поэтому я думаю, что вот прям, прям вот сегодня-завтра. Очень на это надеюсь. Потому что я знаю, что вы очень ждете. И я очень жду. Все очень ждут. Так. Флажочек тоже себе наделала. Хоть и не была журнальница. Жутко они мне понравились. Реализовала. Они крутые. Согласна. Трубочки я обрабатываю либо дюфой, либо биотексом. Грунтуем или просто лаком? Я грунтую, прям полощу в этой грунтовке колечко. Оно маленькое. Я его туда болтых и все. Потом лаком чуть-чуть. Спасибо за МК. Благодарю за просмотр. Так. Крепление другое тоже прикольно. Это у кого нет кожи. Да. Выплетать просто дырочки эти. Очень круто смотрится. Да. Так. Про нитки сказала. Овощеная нить. Нет. Сумка это нет. Сумка это орех вот с водой, да, например. Вот. Он серый. А это коричневатый. Коричневатый это либо дуб, либо мокка с водой. Вот это орех, а вот это. Ну, у меня мокка один к четырем. Или один к пяти. Либо дуб один там к двум, например. НБХ все. Красотка, где можно купить такую кожную заготовку для сумки или кожу? Так. По поводу кожи. У нас есть мастерица, которая в плетении нам помогает с кожей. Тоже могу дать вам на нее ссылку. Я кожаные элементы заказываю у мастерицы в своем городе. Но она продает материалы для кожи, инструменты для кожи. Рассказывает, как с ней работать. Тоже дам на нее ссылочку. Сумка без подклада. Да. Сумка креста, да, точно. Как обрабатываете трубочки? Есть у меня эфир, называется белая лоза. Да, посмотрите. В целом, точно так же, как белая лоза, только белую, белую вот эту жижу меняем на морилку, да, например. Я обрабатываю в несколько приемов. Там я про это рассказала. И, кстати, про обработку я еще рассказала в мастер-классе по корневому плетению. Оно тоже скоро будет доступно отдельно. Оно шло в подарок к мастер-классу по марафону по журнальнице. Кто участвовал в марафоне, у вас уже мастер-классы открыты. Можете просматривать. Биотекс разбавлять, если да, то чем? Нет, если вы... Во-первых, я не разбавляю ничего. Единственное, что, когда у меня, например, осталось чуть-чуть, например, Дюф или Биотекса, и я знаю, что, ну, просто у меня, например, либо это через интернет заказываю, ну, то есть надо подождать, либо все магазины на окраине города. А если мне, например, надо быстро, и у меня есть, например, лак, я могу лак развести и покрыть первый слой, я покрываю два слоя, первый слой лак с водой. Мне не нравится это, потому что они как-то слепаются, их что-то надо ворошить. Биотекс и Дюфа не развожу. А если разводим, то разводим мы водой. Спасибо, очень интересно. Пожалуйста. Так, сейчас еще вопросики посмотрю. Так, ну, про трубочки сказала. 22 трубочки ушло на кольцо. Ну, здесь я не считала. В первом кольце я посчитала 22 трубочки. У меня полоса 8 на 30, у меня бумага от Антона, она потоньше. И поэтому я беру 8, а не 7. Я слышала, что Биотекс уходит с рынка. Ну да, это же типа Ти курила, у меня и грунтовка Ти курила. Ну, знаешь, я последний раз, честно говоря, немножко заколебалась его искать, но я нашла, как ни странно, на Вайлдбери, типа, очень хорошей цене. Ну, сейчас товар уже закончился, надо было брать две банки. Найдем замену, ну что нам делать? Нам делать нечего. Вот мы к чему-то привыкли, не будет этого, но найдем замену. Ну, мы не уйдем из плетения, мы что-нибудь придумаем. Поэтому, да, жаль, но ничего не поделать. Спасибо, не за что. Так, что? Мастер-класс, надеюсь, выйдет на днях по домику. Кстати, Антонину пригласили 28 августа на день рождения. Я вот тут подумала, почему бы не подарить домик? По-моему, это отличный будет подарок. Чуть-чуть такой побольше сделаю. Можно даже ничего внутрь не класть. Просто домик. Ну, что-нибудь обязательно положим. Я в БАО-центре взяла две банки большие. Ты молодец. Потому что, видимо, им все-таки надо запасаться. Применяется Биотекс Дюйв в зависимости от чего красок? Морилка или раствор? Нет, вообще без разницы. Биотекс. А, или... Не-не-не, я поняла вопрос. Если я крашу морилкой или смесью колером, чем я обрабатываю? Нет. Здесь нет. Единственное, что если я плету корневым плетением, то только Биотекс. Дюфа не подойдет здесь. Надо, чтобы они были скользкие в корневом плетении. Чтобы они прям по этим отверстиям прям скользили. Поэтому только Биотекс. А так, в принципе, без разницы. Но я почти ничего не крашу колерами. То есть, вот эта синяя сумка, которую вы видели вчера в сторис, это из ряда вон. То есть, я такие работы не плету. И поэтому я крашу 99% всего морилками. И почему я взяла? Потому что девушка из Смоленска. И у меня уже был этот колер. С каких-то там времен. У меня есть колер. Красный, желтый. Они у меня есть. Но... Ну, мне как-то... Ну, не мое просто, да? Но хотя она получилась очень такая экстравагантная. Что есть? Есть дюфа, обрабатываю дюфой. Закончилась дюфа, есть Биотекс, обрабатываю Биотексом. Вот эти два фаворита, которые я использую в обработке. Спасибо за такие полные ответы. Пожалуйста, за эфир. Спасибо, дорогая. И что ты сплела? Давай показывай, что уже сплела в сторис. Так. В качестве грунтовки не использую клей ПВА плюс вода. Нет, не использую. И... Ну, давайте так. Не буду говорить за всех. Но лично я не советую использовать вообще в принципе ПВА. Я его не использую ни в покраске, ни в обработке, ни в склеивании трубочек между собой. Мне не нравится, как он себя ведет. Это раз. Второе. Есть такие эксперименты. Лично я не ставила. Что он как бы мягчает со временем. Да? То есть грунтовка таких свойств не даст вам. Либо грунтовка лак с водой. А ПВА... Ну, давайте будем честными. Мы с этого начинали. Ну, кто стрички. Да? Я 10 лет плету. Мы начинали с того, что мы в раствор добавляли ПВА. Мы грунтовали там с какими-то жуткими смесями на основе ПВА. То время уже ушло. ПВА мы используем только ПВА момент столяр. Да, момент столяр. Только для накручивания трубочек. Больше я его никуда не добавляю. Крашу я просто морилкой. Если колер, то это колер, вода, эмаль. Если это пастельные тона и лак. Если не пастельные, без эмали. Либо лак, либо дюфа. Грунтую, грунтовкой текурила. Офигенная грунтовка. Просто пушка, бомба, ракета. Эксклюзив просто надо брать. Если нет грунтовки. Есть, например, какой-нибудь хреновенький лак. Который вам не подошел в лакировке изделия. Например, он жутко блестит. Или, ну, прям не подошел. Пенится там или еще что-то. Можно его пустить на грунт. Разводим жидко. Один к одному, как минимум. Прям жидко-жидко. Можно даже больше. И используем вместо грунтовки. Я так пару лачков туда сплавила на грунтовку. Опять же, смотрим, устраивает вас жесткость. Все, уводим его на грунтовку. Не устраивает. Можно, например, добавить в эту жижу еще грунтовочки. Да, хорошей своей. Например, текуриловская грунтовка. Это концентрат. Написано один к трем. Но я не развожу один к трем. Покрываю чистый. Поэтому не прям дубовые становятся. Ну, опять же, смотря какие работы. Где-то я добавляю палочки для жесткости. Да, например, в корзине для велосипеда лучше добавить палочки. На заднюю стенку, где будет крепиться корзина. Ну, в большие корзины, понятно. На дно можно палочки добавлять. Да? Куда я уже ушла? Какие палочки? Мы о чем вообще говорили? А, про жесткость. То есть, эти палочки тоже дадут вам жесткость. Например, прямоугольные корзины лучше добавлять палочки. Даже не только по бокам, а прямо вместо стойки пускать. Остановилась на VGT, Neomid и Luxon. VGT мне тоже нравится. Вот Neomid не пробовала. Luxon тоже норм. То есть, ну, только они там разные есть. Тоже там, по-моему, для стен и потолков он такой не очень. Они там разные, надо смотреть. Биотекс и Дюфо склеивают. Конечно, склеивают. Естественно. Поэтому и мы пользуемся. Да, вот, мягчает и желтизна тоже. Ну, то есть, ну, он не нужен просто. Зачем он нужен? Грунтовка, наверное, глубокого. Такого глубокого, что прям такие жесткие становятся. Отпад. Ну, вообще, в принципе, раньше, до Тикурила, пока я ее не попробовала, я покупала просто любую грунтовку. Она вся прочность придает. Ну, просто вот эта Тикурила, она клевая. Есть еще Аура, но мне Тикурила больше понравилась. Так, ну, вроде бы все ответила, все рассказала. Меня уже куда-то увело в палочки. И вообще во все остальные дела. Все, стараюсь сохранять эфир. Показывайте свои работы, кольца, у кого что, сервировку красивую. Я сейчас буду приниматься за сумку. Буду делать ручки и собирать ее. Все, пытаюсь сохранить. Пока обнимаю, целую. До встречи. Так, а если нужна не очень жесткая на финише, чем обрабатывать? Мне всегда жесткая нужна. Можно просто биотексом пройтись, например. Можно даже с водичкой его развести. Все, пока. Ссылку на кожу дам и ссылку на тарелки. Сейчас, прям пока не забыла.